всем привет прошлый ролик в котором я показывал вам вот этот генератор наглядно продемонстрировал его способность выдавать при не очень больших оборотах до 300 а иногда и до 600 вольт этот ролик вызвал немало комментариев и вопросов на которые я хочу ответить в сегодняшнем ролике ранее в комментариях я обещал перемотать катушку генератора на более низковольтную но при этом увеличив его ток при перемотке катушки у меня возникли небольшие проблемы дело в том что этот генератор от старости очень сильно заржавел и вынимая магнит вращающийся в катушке я повредил подшипник не знаю будет ли вам видно но заменить его мне пришлось к сожалению березового полена у меня под рукой не было а именно из березовых веток иногда получаются очень хорошие стабильные подшипники я использовал медную проволоку и в том месте где катались шарики подшипника я поставил два медных кольца генератор конечно стал немножко поскрипывать но свою работу он делает итак я заменил обмотку на более низковольтную с более толстым проводом и сейчас я покажу сколько она выдает при средних оборотах с помощью вольтметра некоторые мои собеседники в комментариях жаловались что у этого генератора нет фазы из него можно получить только переменное напряжение но любое переменное напряжение можно выпрямить хотя пользоваться переменным током в быту весьма и весьма просто это я вам покажу и так подключив вольтметр поставив шкалу на 60 вольт провернем генератор вольтаж очень небольшой чтобы точнее его увидеть я поменяю диапазон так средние обороты выдают 6 вольт без большого напряжения увеличивая частоту вращения генератора приложив немножко более усилия можно получить 15-20 вольт большего мне для экспериментов не надо одна девушка в комментариях запрашивала ток который способен выдать этот генератор давайте его измерим сперва я поставлю на шкалу 0 6 ампера то есть полностью шкала это чуть более половины ампера как видите пол ампера при небольших оборотах достигаются очень просто поменяем диапазон на полтора ампера вот где-то 0708 не особо утруждаясь теперь давайте подключим нагрузку я не буду тянуть резину а подключу сразу вот такой вот светильник это достаточно мощная лампа я ее использую в походах или в качестве аварийного источника освещения дома когда наши энергетики не справляются с нагрузкой или ветер обрывает провода подключаем светильник вращаем наш генератор как видите небольшие обороты и светильник очень даже ярко светится давайте еще разум чтобы всем было наглядно видно придерживаю генератор как вы понимаете вращая в таком темпе можно довольно таки неплохо зарядить батарею что мы сейчас сделаем зарядить можно как батарею сотового телефона так и просто батарейку от какой-нибудь игрушки или от того же фонаря для зарядки батареи мне понадобится наверное все таки выпрямленное напряжение поэтому я буду использовать вот такой выпрямитель кто не знает это кусок блока питания от компьютера на входе у меня переменное напряжение на выходе сглаженная двумя конденсаторами постоянное вот мы укомплектовали наш блок питания небольшим выпрямителем и стабилизатором теперь можем подключать нагрузку которая требует выпрямленного напряжения допустим светодиодную линейку эта линейка пятнается от 12 вольт поэтому вращать генератор мне придется достаточно интенсивно чтобы получить желаемое напряжение выпрямитель справился со своей задачей давайте увеличим нагрузку еще один обрезок светодиодной ленты питание аналогичное 12 вольт вращаем генератор и усовершенствуем нашу схему накопителем энергии это батарея и лампочки накаливания а теперь в качестве нагрузки к нашему генератору я подключил лампочки от елочной гирлянды с помощью генератора я буду запитывать лампочки параллельно заряжать батарею заряд батареи позволяет лампочкам светиться еще некоторое время после того как я прекратил вращать ручку генератора давайте нагрузим генератор еще более сильно кроме стабилизатора ламп накаливания и аккумулятора я подключу светодиодный прожектор который он показывал в начале ролика поехали вот такая светомузыка всем пока